Девушки отдыхают Какая еще жизнь управляет тобой, а не ты ей? Сегодня у тебя есть возможности. Возможности, которые присущи именно этому возрасту и которые нельзя упускать, потому что потом вернуть упущенное будет намного сложнее. Главное, что ты и есть будущее, уже совсем конкретное, реальное. Будущее своей страны, своей семьи, этой планеты. Спроси себя, готов ли ты стать настоящим завтра? И окажется, что нельзя терять ни секунды. Каждое мгновение, утраченное сегодня, это потерянные годы завтра или навсегда утраченные возможности движения жизни. Как будто бы ветка или почка на дереве вдруг приняла решение немного отдохнуть, не расти дальше. И тогда целый мир не возникнет в этом месте. Огромный потенциал жизни может быть утрачен. Всего из-за одного ленивого решения не делать. От того, каков ты сейчас, каким ты себя делаешь, зависит завтрашний день. Эту простую вещь важно осознавать, потому что без этого сознания человек подобен путнику, который идет не зная куда и не зная как. Трудно быть ответственным, но другого пути в жизни нет. Другой путь пролегает вне жизни. Первая задача человека, осознающего, узнать самого себя, распознать себя среди штампов, познать свою идентичность, исследовать ей, протянуть ей руку и принять ее, принять свою идентичность. Принять себя означает стать ответственным. Отвечать самому на каждый вызов жизни. Жизнь и есть постоянный вызов. Вызов, который требует постоянного ответа. Это следует из самого факта жизни. Она всегда в движении, здесь ничего не стоит на месте. Факт жизни означает факт движения. Факт движения требует ответа. Способность давать ответ и есть ответственность. Ответ жизни дается действием. Осознанным действием. Результатом действия является либо победа, либо поражение. Поражение не страшно, если из него извлекается урок. Тогда тот, кто действует, получает опыт и становится сильнее. Он готов к победе. Победа дает результат. Следующий кирпичик – самовыстраивание. Так постепенно кирпичик за кирпичиком мы выстраиваем себя. Так человек приобретает харизму и силу. Тот, кто принимает ответственность за свою жизнь, сразу обнаружит, что есть только он и весь этот мир. И мир противостоит ему. Это ощущение глубочайшего одиночества, которое требует силы и ума, интеллекта и воли. Но чем сильнее этот момент, тем больше радость победы. И еще есть удивительное ощущение радости, когда ты увидишь других, других настоящих, таких же строителей себя. Сделав первый осознанный шаг на пути ответственности, ты увидишь, каков мир на самом деле. Не жди от него помощи. В помощи мира таится ловушка. Настоящую поддержку нелегко распознать. Лучше сразу на нее не рассчитывать. Это непростой путь понимания. Помни, что путь к пониманию мира лежит через понимание себя. Всегда смотри на себя и учись использовать этот мир. Но делай все сам. Это и сложно, и легко одновременно. Первые же шаги дадут знать о том, что ты на верном пути. Это прекрасная дорога сознания. Видение твое будет проясняться с каждым новым шагом. Это как путь в гору. С каждым новым шагом берется новая высота. С новой высоты мир виден каждый раз больше. И еще помни. Одиночество – наш верный попутчик. В одиночестве мы черпаем силы и понимаем свои способности. Там же источник нашей большой радости от встречи с другим, настоящим. Друг, впереди огромная радость сотрудничества. Будь ответственным. Так мы видим будущее.